Цифровая прокачка – это действенный формат дискуссии между представителями бизнеса, власти и различных институтов развития. У региона есть характерные особенности и проблемные точки, а у экспертов цифровой экономики есть решения, которые зачастую дёшевы и эффективны, что доказывает практика таких сессий. Этот формат популярен, он проведён уже в 27 регионах. Вот Тамбовская область – 28 регион, в котором мы проводим это мероприятие. Мероприятие предполагает внедрение лучших практик, доказавших уже свою состоятельность, эффективность в других субъектах Российской Федерации. В базе региональных кейсов цифровой трансформации более 400 проектов. В рамках двухдневной сессии участники рассмотрят лучшие практики по трём выбранным направлениям. Это такие важные для Тамбовщины сферы, как образование, транспорт, городская среда и жилищно-коммунальное хозяйство. Где у нас изношены трубы, где у нас протечки происходят – это же всё деньги. Чтобы нам не распределять деньги в пусту. Это первое. Второе – транспорт. Область у нас компактная, но мы сами знаем с вами, что есть проблемы и межмуниципальных связей, и даже внутри, что касается городского хозяйства. Здесь, конечно, тоже те решения, которые будут обсуждаться, они нам нужны. Решение цифровой прокачки сформирует основу дорожной карты цифровой трансформации региона на ближайшие три года. Ожидается, что каждый школьник области получит бесплатный доступ к образовательным платформам, электронным учебникам и онлайн-тренажёрам. В области внедрят цифровой учёт воды, а на улицах появятся умные светофоры и цифровые системы весогабаритного контроля. Автономная некоммерческая организация «Цифровая экономика» и администрация Тамбовской области уже договорились о второй цифровой прокачке. Пройдёт она ближайшей весной, и тему в таком формате разберут всего одну, но, наверное, самое главное для нашего региона – это сельское хозяйство. Участники сессии рассмотрели около 30 конкретных цифровых решений, каждый из которых в случае реализации адаптирует под нужды региона. Павел Юрасов, Станислав Попов, Анна Мусатова, Область новостей.